Небо над нашей родиной хмурится, падает снег на проспекты и улицы. Пусть себе падает, снег уберем, но непонятно, что будет с рублем. Рубль, не снег, но он падает, падает, и население это не радует. И обезумевшее население тратит накопленные сбережения, тратит, как в памятные девяностые, очень тяжелые, бедные, постные. Только тогда брали спички и гречку, нынче же микроволновые печки, чайники, плазмы и пылесосы, выросли у населения запросы. Власть, я согласен, не либеральная, но разлетелись машины стиральные, кофемашины, смартфоны, планшеты, принтеров нет и компьютеров нету. Нету в салонах автомобилей, нету автобусов, все раскупили. В банках, как в сказке, буквально минуту, тут же мгновенно пропала валюта, все подытожили, все подмели, скинули бабки и вновь намели. В воздухе пахнет серьезным обвалом. Спичек, однако, и гречки навалом. Масловые сбытки, колбасы, соленья, кушает страждущее население. В те девяностые было иначе, вряд ли мы стали намного богаче, но целевой покупательский спрос, я бы сказал, несомненно возрос. Небо над нами по-прежнему хмурится, падает снег на проспекты и улицы. Жили тогда и теперь проживем, но непонятно, что будет с рублем.